Продолжение следует... Продолжение будет опять про метрики. Да, продолжение про метрики, про Метеос, Виктория в метрик, Александр, начинай. Здравствуйте всем. Так, как этим кликером пользоваться? Сегодня я расскажу вам, продолжу доклад, то, что говорил Дима, немного углублюсь в тему метрик на примере про Метеос. Тут на слайде не хватает буквы «С» в конце, там, да? Ладно. Туда же надо отправлять. Нет, не отправляй, направляй. Ой, как мелко написано. Кто-нибудь видит, что там написано? Так, ну, это я немного расскажу о себе. Почему мы будем рассказывать про Метеос, потому что я являюсь основателем этой компании и главным разработчиком. Но также я являюсь разработчиком FastHTP библиотеки. Она не на Ruby написана, она на Go. Ну, и я же увлекаюсь с Performance Optimization. Вначале поговорим, что такое Prometheus. Это наиболее популярная система мониторинга на данный момент. И она постепенно, постоянно набирает популярность. Кстати, вот, кто в этом зале не знает, что такое Prometheus? Не знал до этого. Много ли? Ну, ничего себе. Ну, просто, наверное, в Ruby сообществе еще, ну, она не дошла до мониторинга. До мониторинга. Нет, я говорю. Я пришел у вас просветить, что такое Prometheus, чтобы вы после этого доклада начали им пользоваться, посмотрели хотя бы, что это такое. И начали пользоваться Prometheus и, соответственно, Victoria Metrics. Эта система, Prometheus, может собирать метрики. Она их собирает куда? Она собирает в базу данных локальную, которая называется TimeSeriesDB. И эта система может выполнять какие-то запросы над этими метриками, которые пишут операторы этой системы. И на основе этих запросов делать какие-то алерты, отправлять. Типа, там не хватает места на диске, или загружена оперативная память вся полностью. Так, продолжаем. Что может делать Prometheus? Он может собирать метрики с заданных систем, которые вы им укажете. То есть, есть, в отличие от других систем сбора метрик, типа Graphite, Zabbix, Influx, которые работают по Push-модели. Это означает, что сервисы, которые экспертят метрики, они сами пишут метрики в этот сервис. И сервис вообще не знает только о количестве этих сервисов, которые ему пишут метрики, и не знает ничего о их здоровье. Работают они или нет. Если сервис какой-то упал, который писал метрики, ну, может быть, там, сервис, куда он писал метрики, ничего не знает, что случилось с тем сервисом. В отличие от этого, Prometheus работает по Pull-модели. Это означает, что он знает, у него в конфигурации всегда должны быть прописаны все сервисы, все их адреса, где они находятся. И Prometheus периодически опрашивает, скрепит эти сервисы, достает из них метрики и сохраняет базу данных свою. И это такая конфигурация хороша тем, что если сервис какой-то упал, с которого Prometheus собирает метрики, то Prometheus это мгновенно обнаружит, потому что при следующей попытке сбора с этого сервиса метрика, он увидит, что сервис лежит. Prometheus сохраняет данные, может сохранять данные как в локальную базу данных, так и в удаленную базу данных. Про удаленную поговорим попозже. Так, про это я уже говорил, что Prometheus выполняет запросы над метриками с сохраненной базой данных. И он, так я уже это повторял, да, то есть он может отправлять алерты на основе каких-то событий, которые вычислены на основе сохраненных метрик в базе данных. И также в Prometheus есть урезанная функциональность для того, чтобы устроить дашборды, но эта функциональность настолько ущербная, что ей никто не пользуется, поэтому все пользуются графаной. Кто знает, что такое графана? Немного людей, но получше. Но графана лучше, чем Prometheus, потому что это специальный инструмент, который направлен на то, чтобы визуализировать информацию, которая собирается с системами сбора метрик, логов. То есть она на это все заточена, и там все красивые графики получаются. Вот на следующем слайде. Вот один из примеров таких графиков, которые можно построить в графане. И там они очень просто строятся мышкой, там все любят строить. То есть с помощью мышки можно там накликать, нащелкать кучу графиков разных быстро, и быстро их там просмотреть, проанализировать. Это графики на основе метрик с Prometheus. В контексте Ruby, как можно использовать Prometheus? Есть два варианта. Либо использовать стандартный Ruby клиент от Prometheus, но я не рекомендую этого делать, потому что его сложно правильно использовать, из-за того, что Ruby-приложения обычно работают в каких-то Unicorn серверах. В pre-fork режиме это означает, что этот сервер создает много процессов с Ruby в каждом, и все входящие запросы могут быть обработаны разными этими процессами. И в каждом процессе получается собственное состояние и набор метрик, который собирается этим клиентом. И если направить Prometheus на сбор метрик с такого приложения, то каждый его запрос может приходить на разные процессы этого Ruby-приложения и собирать, соответственно, совсем разные метрики, которые никак не кроллюют между собой. И в итоге так лучше не делать, потому что в итоге там получится... Вы получите не испорченные метрики. Второй вариант, который я рекомендую, пытаются использовать библиотеку StatsD, которая экспортит метрики после завершения каждого запроса и отправляет их в StatsD сервис. Кто знает, что такое StatsD сервис? Тоже немного. Но это такой сервис, который собирает показания с приложения типа Ruby, PHP, ну, короче, приложения, которые работают в режиме вот этого вот pre-fork серверов, где запущено много процессов, и каждый процесс независимый, в нем у каждого процесса собственное состояние. собирают эти метрики и StatsD процессы и библиотека и скидывают их в StatsD-экспортер от Prometheus, и потом уже Prometheus опрашивают StatsD-экспортер по этим метрикам. В StatsD есть три типа метрик. Это каунтеры, это эти нужны для того, чтобы собирать показания по количеству запросов, например. То есть, на каждый входящий запрос увеличивается каунтер. Есть таймер, это тип метрики необходимый для того, чтобы замерять время выполнения запросов тех же. И он показывает в результате там три значения, но не кванц, не персентили, как там Дима рассказал, да, но там урезана версия персентили, там минимальное значение показывает, поэтому дирейшное максимальное, 90 персентили и медиану, ну, среднее значение, ну, не среднее, а то медиану. Вот пример использования StatsD-экспортера в этой библиотеке. Создаем инстанс этого StatsD-экспортера, вот Incrementing Counter с названием Gerets. А, еще, что такое метрики вообще, да, это такая штука, которая есть имя, есть набор каких-то параметров, ключ-значения. Они называются лейблы обычно. И к этому всему привязано набор значения плюс timestamp. Значение это число какое-то, Flating Point в общем. И эти timestampы отсортированы, ну, просто отсортированы. Так, это вот мы так работаем с каунтерами, увеличиваем его. Так вот мы можем засекать время выполнения какой-нибудь там штуки у вас в коде и передавать. Вот 320 миллисекунд передали в метрику с названием GORG. Так мы можем просто записать какое-то значение, типа CPU usage, там, ну, в метрику с названием BORG. Это гаучш метрика тип называется. Таким образом можно засечь время выполнения вот этого кода и записать его вот в метрику с таким названием. Также можно делать namespace из этих метрик. Вот мы создали метрику с названием Localhost. А, нет, Localhost это куда подключаться. Создали метрику. Блин, короче, я не знаю, расскажу, что тут происходит. А, вот, namespace есть, да, вот, все понял. Смотрите, namespace аккаунт называется, то есть это префикс будет в метрике аккаунта, и в этом префиксе мы увеличиваем метрику с названием Activate. То есть будет каунтер так работать. Как я говорил раньше, в Prometheus есть два сторожа, где он хранит метрики. Это локальный сторож базы данных и удаленная база данных. И в локальной базе данных есть такие небольшие проблемки, которые возникают при сборе большого количества метрик. То, что эта локальная база данных не скеллится вне ноды сервера физического, на котором установлен Prometheus. И у нее также ограничено время хранения метрик по умолчанию на ровно 15 дней. Это тоже там можно конфигурировать, но в официальной документации рекомендуют хранить метрики недолго. Поэтому, если вам нужно хранить метрики долго, либо хранить очень много метрик, то рекомендуется использовать удаленную базу данных, которая может масштабироваться на многое большое количество серверов, может хранить данные очень долго, и очень много там данных может хранить. И она может собирать данные с многих инстансов Prometheus, и потом делать запросы одновременно над всеми этими метриками, сохраненными с разных Prometheus, и строить график общий для всех. Тут по этой ссылке прописаны все текущие интеграции remote storage для Prometheus, и одна из таких интеграций это VictoriaMetrics. Что такое VictoriaMetrics? Это long-term remote storage для Prometheus, сейчас он доступен в нескольких версиях, есть single node версия, которой вы можете попользоваться, вот тут вот ссылка для нее, также есть SAS решение, но оно пока еще не доступно для продакшена, разрабатывается пока, и есть SAS Playground, в котором вы можете в данный момент тут же поиграться, посмотреть, как будет выглядеть SAS Production потом. Какие фичи у VictoriaMetrics, которые ее отличают от других remote storage для Prometheus? Она очень быстрая, и cost-effective, да, то есть ее дешевая по сравнению с остальными сервисами на больших масштабах, если вы храните там миллионы метрик, большой объем, да, то VictoriaMetrics выигрывает. Ей легко управлять, так как она представляет из себя один бинарник без каких-то зависимости, ну, просто программу запускаете с нужными параметрами, и она работает, не нужно там дополнительной зависимости устанавливать. Также эта программа поддерживает PromQL. PromQL – это язык запросов Prometheus. В отличие от других remote storage, вам не нужно будет изучать дополнительный язык запросов, чтобы кварить remote storage про VictoriaMetrics. И также она поддерживает загрузку метрик не только с Prometheus, но и с InfoXDB, и графита. И графита с тегами. Все, вопросы давайте. Спасибо. Ну, собственно, начнем с Prometheus, да? Мне вот интересно, собственно, я не увидел в докладе различия, почему мы не можем хранить метрики, допустим, во второй клоне Prometheus, скажем, с частотой дискретизации, минута или 10 минут. Можем. Ну, а чем вот это решение лучше, чем хранить метрики в Prometheus, в соседнем, да? Туда нормально нативно экспортить, и оттуда нативно получать? Это решение лучше тем, что тут не нужно уменьшать частоту сбора метрик. То есть можно хранить метрики в RAW формате, то есть все, которые собрали, и хранять там, то есть без даунсэмплина. А что тогда происходит с производительностью? То есть у нас получается в данном случае производительность выше, чем если мы храним просто в Prometheus? Да. Ну, как-то она... Ну, да, да, лучше. Просто Prometheus меня отлично собирает и хранит метрики год, да, а тот, который, в общем-то, второй Prometheus с уменьшенной частотой дискретизации, он пусть, в общем-то, нашим потомкам еще сохранит данные, да? Вот, собственно, интересно, чем вот это решение, оно действительно, в принципе, кардинально отличается. Ну и второе... Ну, это дополнительно... Витрометрис, это же ремонт сторож для Prometheus. Я понял, понял. То есть Prometheus, он остается, просто подключается. Я понимаю, я же говорю, о чем лучше использовать это решение в качестве, скажем, архивного сторожа вместо второго Prometheus'а в качестве архивного сторожа, да? Вот, это был первый. И второй вопрос... Даже не вопрос, а корректировка. Все-таки графики в самом Prometheus'е, ну, это не лишнее, отнюдь не лишнее. Я, например, очень часто ими пользуюсь для... Вот эта вот страничка слэдж-граф, которая, да? Именно. Я ими часто пользуюсь для написания произвольных запросов, которые мне нужны. Дашборд, это хорошо. Да-да. Но очень просто написать любой запрос, который мне надо, и кинуть им в разработчик, и сказать, смотри, вот здесь корреляция вот этого события и вот этого. Согласен. Вот смотри, в это время оно произошло. То есть... Да-да-да. То есть, поддержка графиков, которая есть в Prometheus'е, она вот как раз для такого предназначена, чтобы что-то подебажить, посмотреть по-быстрому. А построить дашборды на... Да, их тоже можно строить на основе Prometheus'а, но это неудобно, и лучше, конечно, графау наше пользовать. Спасибо большое. Я, если что, являюсь активным пользователем. Виктория Метрикс. Круто. Из хорошего могу сказать, оно работает реально очень быстро, и... Особенно, если вам нужно собирать ту его кучу метрик, и вы не знаете, какие это метрики. Вот просто вы собираете все, запихнуть туда, и потом как-нибудь разобраться. Это очень полезно, это спасает от боли. Потому что Prometheus, если вы запихнете в него случайно, допустим, 5 миллионов метрик, то он обычно сдыхает. Особенно, если вам эти метрики понадобились там через полгода, то чаще всего их уже нету. Потому что у него есть ротация, и вам придется строить Prometheus, 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 а потом... Обычно боль. Ну, в общем, советую попробовать. И еще вот... Они мне сказали то, что когда-нибудь они сделают репликацию. Да. Сделаем. Последний вопрос. Ставь лайк. Спасибо за доклад. Хотел бы узнать, я так понял, ну, я глянул, что у Виктории Матрикс написано на Go, ну, поэтому один биналик. Ну, InfluxDB тоже написано на Go, и есть вот эта проблема там в серии с баз данных, что они... У них ограничение по, скажем так, по метрике в единицу времени, потому что у них единица времени — это primary ключ, и, например, у InfluxDB проблема в том, что если очень сильно активно писать метрики, то в один и тот же интервал времени они используют миллисекунды, побеждает последняя метрика. То есть вы начинаете терять метрики, когда пишете. У Виктории есть... То же самое. Ну, то есть... То же самое. Нет. Сейчас. Виктории Матрикс — частота дискретизации времени — миллисекунды, да? И если одна и та же метрика пришла в одну и ту же миллисекунду, то последняя выиграет, да? Ну, Виктория Матрикс сохраняет все значения, да? Но последняя просто берет, ну, считает, что она главная. Ну, то есть она не подходит для систем, где метрики обновляются с частотой больше, чем там пару секунд, да? То есть... Для таких систем лучше подходит вот статс-д, то есть через статс-д, вот... И как вот для Руби, да? И для чего? Как использовать Прометию, да? В Руби приходят запросы, да? Там... И надо по этим запросам какие-то метрики собирать, да? Там вы собираете эти метрики, там инкременции каунтеры какие-то, тайминги, и отправляете их в статс-д сервер, который я указывал. И потом статс-д сервер, он агрегирует эти метрики, и раз там по умолчанию вроде в раз 30 секунд, но он не отправляет их, в прометию, в прометию забирает у него эти метрики. Мы немножко, да, выходим за время, поэтому спасибо большое, Александр.